Разрешение вы берете именно в рамках того договора, который заключен на обслуживание клиента. И если вы собираете провести какую-то акцию, то эти сведения персональные, которые были представлены, ни в коем случае нельзя использовать без его разрешения. Как пример, если разыгрываются призы среди обладателей карт, которые совершают транзакции в течение месяца, и все автоматические транзакции, среди них разыгрывается приз без какого-либо дополнительного разрешения и согласия этих участников, что в принципе хорошо для людей, то есть мы делаем им благо, мы их включаем в розыгрыш призов, но здесь может быть такая проблема, что нет разрешения от участников на использование их персональных данных в рамках данной акции. Поэтому здесь два выбора. Или проводите какое-то отдельное, брать с них согласие, зарегистрироваться в качестве участника, чтобы в розыгрыше призов участвовать. Или же, когда вы заключаете договор с клиентом, внесите туда какое-то отдельное согласие на участие в промо-акциях, в активностях, юристы ваши сформулируют. И теперь стимулирующие лотереи. Я вот к вам прошу, кто-нибудь знаком такой термин стимулирующие лотереи? Не слышали? Ну это хорошо, что не слышали. Значит, возможно, когда-нибудь услышите, сейчас я поясню. Стимулирующие лотереи полтора года назад были запрещены. Это значит то, что закончился их век, но тем не менее в чьей-то голове, может быть, в наших понятиях, уже здесь розыгрыши призов нужно проводить каким-то особенным образом, что нужно где-то их регистрировать или еще что-то такое. Значит, в ранее действующей дакции «Закон о лотереях», мы представляем себе, наверное, что такое лотерея, русская лоту и так далее, обыкновенные лотереи, также были отдельные нормы, посвященные так называемым стимулирующим лотереям, которые, по сути, являлись рекламным розыгрышем призов. И для того, чтобы их проводить, нужно было сначала получать разрешение, проходить уведомительную процедуру в Федеральной налоговой службе. И вот полтора года назад все лотереи были запрещены частные, остались только государственные. Про стимулирующие лотереи было сказано, что они тоже запрещены, и все сначала приуныли, ну вот, все, нельзя проводить рекламный розыгрыш призов. Прошел год, и постепенно, наоборот, пришло понимание, что, возможно, не отменили, а скорее, наоборот, просто изъяли понятие законодательства, и теперь проводи как хочешь, никаких абсолютно ограничений нет. Но эта позиция, она, так скажем, спорная, она еще вот проходит практику применения, каких-то разъяснений судебных актов каких-то и пока не было. Поэтому вот здесь вот приведены признаки лотерейной механики, но это, наверное, юристам будет скорее интересно. Это все из закона о лотереях, и, наверное, не будем мы сейчас вникать в эти подробности, если кому-то интересно, можно все обсудить. Сейчас просто вот так, чтобы запомнить, если вы планируете какие-то акции, знаете, какие абсолютно безопасны, а какие, так скажем, нужно обсуждать с юристом. Вот зеленая зона.